21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Это праздник тех, от кого зависит санитарное состояние поселений, чистота и порядок на наших улицах и во дворах. Трудно переоценить заслуги местных инициатив. Ежегодно с 2013 года принято награждать лучших работников территориального общественного самоуправления. В Доме культуры Станицы Рязанской Белореченского района прошло зональное совещание. По итогам деятельности ТОС. В мероприятии приняли участие представители краевой администрации, главы районов, представители казачества, ветеранских организаций, участковых, уполномоченных из Абшаронского, Денского, Тбилисского, Услабинского, Белореченского, Северского районов, городов Горячий Ключ и Краснодар. Всего 24 органа ТОС. Общий наш опыт общения в территориальном и общественном управлении свидетельствует о том, что это реальная творческая сфера. Сюда люди приходят заниматься общественно полезными делами. Я абсолютно в этом убедился. Вот еще раз общаюсь с руководителями ТОСов. По большому счету для большинства 99% это в какой-то степени еще является нагрузкой. Есть основное место работы. За эти небольшие по существу деньги, которые сегодня выделяются для финансирования, у вас находятся возможности, силы, желания заниматься тем, чем нужно заниматься для того, чтобы благоустраивать наши станицы, наши города. Да, это действительно заслуживает большого внимания, одобрения и дальнейшего развития. Торжественным моментом совещания стала церемония награждения. Под аплодисменты зала на сцену поднялись победители краевого конкурса, лучший орган территориального общественного самоуправления в 2017 году. В Северском районе первое место получил ТОС номер 19 Ильского городского поселения. Второе – ТОС Убин Азовского сельского поселения. Третье место досталось ТОСу номер 4 Михайловского сельского поселения. Работаю я уже больше 12 лет председателем ТОСа, а так я фельдшер скорой помощи. Почему я так стала работать? Вы знаете, я люблю все красивое, я люблю цветы, люблю хорошую дорогу, люблю, чтобы красиво вокруг меня было. И у меня нашлись подвижники, мои соседи, по ТОСу, помощники. Мы улицу маленькая и на Комсомольской собрали денег, договорились, решили на ТОСовском собрании, засыпали крошкой асфальтной. Родник у меня, моя гордость. Облагородили, сделали стелу из камня. Батюшка осветил нам его, посадили цветы, лавочки. И в общем, сейчас ездят все люди района к нам за водой. Завершилось мероприятие ярким и запоминающимся концертом о творческих коллективах Белореческого района. Завернусь, забою я, земли сыгать. Пусть она в чужой стране меня спасет. Божьим храме помолюсь, зажгу свечу. За Россию замолью. Всего по итогам 2017 года в Крае определены 132 победителя из 37 муниципальных образований и 7 городских округов. Все они получили денежные средства из бюджета Края в размере 500, 300 и 200 тысяч рублей. За первое, второе, третье места, соответственно. Районный конкурс на лучшую постановку работы по профилактике и потреблению наркотиков состоялся в Доме культуры Станицы Северской. Участники конкурса, клубные учреждения Северского района, представили на суд-жюри свои программы. Оценивали содержательность, оригинальность и художественный уровень тематических программ, наличие инновационных проектов и планов работы по профилактике наркомании, разнообразие форм работы учреждений, актуальность и оригинальность мероприятий. Мы – будущее России! Мы – надежда наших родителей! Мы в 21 век вошли! Этот век пусть будет в совершенном безопасности! Привычкам вредным скажем дружно нет! Будь человек здоровым и прекрасным! Мы – за здоровье! Мы – за счастье! Мы против боли и ненасти! За твердскую расу, за ясность мысли! За детство, юность, за радость жизни! Мы – за здоровую планету! Молодежное объединение формирует активную гражданскую позицию, как следствие, негативное отношение к явлениям асоциального характера подростков и молодежи. Ребята приложили все свои усилия, чтобы подготовить яркие и зрелищные номера с песнями, танцами и постановками. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Грамотная организация досуговой занятости – это и есть в первую очередь альтернатива детской и подростковой безнадзорности. Именно безнадзорность влечет за собой так называемые социальные болезни современного подрастающего поколения. Курение, алкоголь, наркотики стали спутниками молодежи. И здесь учреждения культуры играют решающую роль, предоставляя возможность интересного и полезного досуга. В районном Доме культуры состоялись публичные слушания по проекту Устава муниципального образования «Северский район». Инициатор проведения публичных слушаний – глава муниципалитета, а его участники – жители района, депутаты, органы местного самоправления и представители общественных объединений. Цель слушаний – информирование жителей и органов местного самоправления о фактах и существующих мнениях по вопросу публичных слушаний, а также внесения изменений и дополнений в Устав района. Встречи с народом в таком формате позволяют обсуждать и насущные вопросы жителей района. В честь 75-летия со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков в ЦРТД и у Станицы Северской торжественно открылась выставка «Кубань помнит своих героев». «Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтобы Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. На выставке школьники района представили работы изобразительного декоративно-прикладного технического творчества. Разделены они по нескольким номинациям – живопись, вязание, бисероплетение, лепка, вышивка, выжигание по дереву, техническое моделирование и другие. Декоративно-прикладная выставка – это давно ставшее традиционным для северских образовательных учреждений мероприятие. В этом году тема выставки тесно связана с героическими событиями для освобождения Краснодарского края 75-летий. Ребята изучали быт в Кубани, жизнь, традиции в те нелегкие для Родины времена. И работы, конечно, сквозят. Где-то трагизмом, а где-то наоборот. Больше света и радости от того, что освобождение пришло на землю родную, от того, что встретились с родными и близкими, воссоединение семей. И больше, конечно, работ таких позитивных все-таки, несмотря на то, что они тему, в основном ребята выдержат тему. Прошли десятилетия, сменилось не одно поколение, но люди продолжают чтить память о героических событиях Родины. Выставка продлится до 25 апреля. Посетить ее может каждый желающий. В апреле 1945 года советские войска были уже на подступах к Берлину. После долгой и кровавой войны до победы оставался последний шаг, ради которого и командование, и солдаты были готовы на все. 16 апреля 1945 года началась берлинская наступательная операция советской армии, вошедшая в Книгу рекордов Гиннеса как самое крупное сражение в истории. С обеих сторон в нем участвовали около 3,5 миллионов человек, 52 тысячи орудий и минометов, 7 750 танков, почти 11 тысяч самолетов. Накануне берлинской операции инженерные части в короткий срок построили 25 мостов и 40 паромных переправ через Одер. Сотни километров железных дорог были перешиты на широкую российскую колею. Ширина участка наступления составляла порядка 300 километров. На направлении главного удара находился Первый Белорусский фронт, которому и предстояло овладеть Берлином. Разведывательная авиация представила командованию около 15 тысяч фотоснимков, на основании которых в штабе Первого Белорусского фронта изготовили масштабный макет Берлина и его окрестностей. Были проведены мероприятия по дезинформации с целью внушить немецкому командованию, что основной удар будет нанесен не с Кюстринского плацдарма, а севернее в районе городов Штеттен и Губен. Продвигаясь квартал за кварталом, советские войска к 1 мая подавили основное сопротивление фашистов. В 6 утра 2 мая генерал Вейдлинг сдался в плен в районе Потсдамского моста. Через час подписанный им приказ о капитуляции был доведен до продолжавших сопротивлений германских солдат через громкоговорители. Берлин был взят. В России контактные зоопарки в последнее время обретают все большую популярность, и чаще родители выбирают этот вариант досуга для своих детей. В контактном зоопарке «Белый лебедь» в станице Азовской представлено около 80 видов различных животных. Особой популярностью пользуется Азовский зоопарк у школьников и учителей биологии. Таких посетителей особенно много в период каникул. Получилось тоже все это спонтанно. Не планировался ни зоопарк, ни что это, хобби было. Потом как-то мы занимаемся птицеводством всю жизнь. Приезжают люди, можно посмотреть. Я говорю, ну мне некогда. Ну пришлось как-то мужа уговорить. За два месяца все навели, все приготовили. Ну вот открылись. Людям нравится, особенно дети. Особенность зоопарка такого типа – возможность не только наблюдать, но и контактировать с животными, не беспокоясь о своей безопасности. Общение со зверятами развивает в детях чувство сострадания, доброту, учит быть внимательными к тем, кто меньше и слабее, воспитывает любовь к миру животных. Здесь можно увидеть рептилий, грызунов, рыбок, большое разнообразие голубей, фазанов, павлинов, декоративных кур и попугаев. Есть зверинцы и более крупные млекопитающие – белки, еноты, лисицы, барсук, экзотические австралийские страусы и лама. Этот уголок живой природы существует уже 9 лет и известен далеко за пределами Северского района. Есть большие планы. Площадь у нас там позволяет 10 на 15. Мы хотим большие вольеры поставить, добавить оленей, косули. Это все законно. Зоопарк «Белая лебедь» находится в одном из красивейших мест Краснодарского края, что делает его привлекательным объектом для сельского туризма. Для отдыхающих интересно не только выбраться из мегаполиса, подышать чистым горным воздухом, но и окунуться в атмосферу сельской жизни. Увидеть вблизи птиц и зверей, которые в дикой природе, рассмотреть вряд ли удастся. Редактор субтитров А.Семкин